Уже несколько дней в социальных сетях жители округа активно обсуждают выход диких животных в городскую черту. Первым, кого удалось запечатлеть на фотокамеру, был заяц, практически позирующий на проезжей части между припаркованными машинами в одном из дворов. Видели в городе и лесу. В этом случае очевидцам удалось сделать несколько снимков животного. В комментариях жители интересуются, с чем связано такое поведение лесных обитателей. Некоторые говорят о том, что этому способствует вырубка лесов. Также есть мнение, что во всем виноваты погодные условия, а точнее особенности этой зимы. Несколько мытищенцев в комментариях сообщили о том, что заяц вообще является городским жителем. Нередко его наблюдают в микрорайоне номер 16. Мы решили узнать о причинах такой необычной миграции животных у исполняющего обязанности начальника лосиной биостанции Ивана Юткина. Люди зачастую самостоятельно подкармливают зверя, оставляя какие-либо пищевые продукты в легкодоступных местах. И поэтому животные начинают выходить ближе к городу в поисках легкого доступного корма. Это не означает, что на территории парка в лесу для зверя нет еды. Это как раз связано с тем, что в городской черте порой ее достаточно проще найти, добыть, чем самостоятельно искать ее в лесу. Если вы встречаете дикого зверя в городе, то ни в коем случае самостоятельно не нужно его подкармливать. Тем самым вы приручаете его к городу, он будет снова выходить. Есть опасность того, что животное может погибнуть под колесами автомобиля, либо может навредить кому-то из жителей. Все-таки зверь должен жить в природе и естественным образом добывать себе пропитание. А ветеринары в связи с этим напоминают, одним из главных симптомов бешенства у животного является отсутствие страха перед людьми. Здоровый лиса всегда будет опасаться человека и сторониться его. А вот больной зверь может близко подойти и даже разрешить себя погладить. Также среди признаков болезни – обильное слюноотделение, светобоязнь, судороги, рвота и вялость. Специалисты напоминают, если вы встретили дикое животное, то ни в коем случае не стоит к нему подходить. Даже если оно кажется беззащитным и ласковым, нужно спокойно, без резких движений, отойти в безопасное место. Продолжение следует...